Первые семьи из закрывающихся поселков Карткировского района получили ключи от квартиры в новых домах. Их построили в рамках второго этапа программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Два здания в кирпичном исполнении, в каждом по 42 квартиры. Для переселенцев за три года здесь подняли уже 8 таких домов. Ключи от нового жилья получили более 400 человек. Некоторые из них не смогли сдержать слез, ведь этого момента они ждали не один год. Константин Куратов о том, как это было. Я хочу быть кресло-качалку и цветы. Любовь Каданева мысленно уже обставила свою новую двухкомнатную квартиру. Заказала мебель и даже прописалась по новому адресу. Но жительница закрывающегося поселка Мартиты до сих пор не верит, что после 10 лет ожидания все же получила новые квадратные метры. Знаете, я еще не верю. Пока не переночую первую ночь, не верится. Что могу мебель завести, все поставить. Мария Мишанина тоже оценивает свои новые апартаменты. Ей уже не терпится заехать сюда с мужем и тремя детьми. Кроме них, ключи от нового жилья получили еще 83 семьи. В число новоселов попали жители не только закрывающихся поселков, но и аварийных деревяшек. Свои щитовые ветхострои они поменяли на благоустроенные квартиры с натяжными потолками. Хочется отметить, что мы такое решение приняли, что надо строить все-таки надолго. И я думаю, что панельный дом – это на 20 лет, и снова превращается в ветхое жилье. Поэтому строим скопича, чтобы он был комфортный, теплый, долговечный и современный. Мало того, жильцы, которые переселяются, они никогда не жили в таких условиях. Для них это сказка. Построила дома местная компания. Сейчас в ее штате около сотни сотрудников. В основном – жители района. Это первый дом, мы его сдали летом. Дом номер один по улице Набережной. Дом номер два. Вот напротив мы его сегодня сдаем. Садик школы в селе Воман у нас была нами построена, сдана. Детки уже там второй год живут, учатся. И ряд домов в микрорайоне Васильковой. Двухквартирные по переселенческой программе тоже. И трехквартирные для детей-сирот. Новые дома ценил вице-премьер Коми. Он напомнил, что два года назад этих зданий здесь и в помине не было. Их построили за короткий срок, закрыв тем самым второй этап программы переселения. Хотя еще в прошлом году по всей республике ситуация была критической. Изменилась она только после введения жесткого контроля со стороны правительства. На аналогичный период прошлого года, на 1 ноября, программа всего в республике была выполнена на 20%. Сегодня этот показатель уже более 70%. И нам осталось ввести дома еще в целом ряде муниципальных районов области до 31 декабря текущего года. И я абсолютно уверен, что программа, та, которая республика должна была выполнить в 2013 по 2017 год, будет закончена в установленной сроке до 1 сентября текущего года. Вы знаете, что фонд реформирования жилищного коммунального хозяйства исключил республику Коми из проблемных субъектов. В следующем году в Карткеросе построят еще 6 домов. В них переедут почти 200 человек. Власти муниципалитета уверены, новые квадратные метры помогут удержать в муниципалитете молодежь. Покидать благоустроенное жилье она вряд ли захочет. Константин Куратов, Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрген, Карткероский район.